всем привет сегодня посмотрим на вот такую вот игру glitch space то есть цель этого видео не полный обзор не то как в ней что все делать а в целом вкратце взглянуть на эту игру я ее немного запускал смотрел вот то есть не проходил там обучение чуть-чуть чтобы понять примерно что и как ну и цель донести до вас возможно вам будет интересно в нее поиграть она бесплатно она доступна в стиме то есть игра называется glitch space но я так понимаю это типа разрыв пространства или что-то типа такого то есть на английском языке то есть это такие насколько я понимаю и как я могу объяснить это такие геометрические головоломки но вы сейчас все увидите вот то есть еще раз подчеркиваю цель просто показать что есть такая и и может кто-то поиграет возможно там дальше очень и все интересно потому что я дальше обучение не доходил и даже я обучение только в самом начальном этапе чуть-чуть попробовал чтобы примерно понять что это такое что-то она долго запускается короче но судя по не отзывам а по рейтингам в стиме то рейтинги здесь в основном положительные но в целом такая необычная игра необычная игра которая почему-то долго запускается обычно она запускается быстро а вот она так и чего мы начнем начнем с того что вот story и здесь не continue new game new game это начало обучение есть еще сэндбокс ну типа песочница или как я называю то там вы можете делать что хотите но я там тоже наверно надо идти какой-то цели возможно пройти все лабиринты вот вот долго запускается повторюсь скорее всего это из-за того что еще запущена запись потому что обычно это все очень шустро происходит клик-клик но она не помню то ли 600 или 900 мегабайт занимает память ну дискового пространства сейчас подождем загрузится загрузится и вот 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 такой вот мир у нас какие-то везде геометрические конструкции довольно простые без текстур так но это обучение то есть здесь он пишут для движения нажимаете стандартные кнопки управления w sd дальше для прыжка нажимаете space пробел нажимаем прыгаем прыгнули так сейчас нам и это надо пробежать вот пробежали и и и и и и и бежим дальше ты сейчас мы возьмем кое-что вон там она находится такой инструмент с помощью которого можно можно все делать так сейчас я его возьму вот его взял теперь мне надо отсюда выйти и идем дальше тебе написано правой кнопкой кликнуть кликаем правой кнопкой что здесь но здесь показано что есть какое-то полотном и нам и на это полотно можем добавлять ноды ну какие-то узлы и короче эти узлы друг друг с другом коннектить ну то есть соединять вот здесь показано как то есть это типа есть узел вот такой буква Г перевернута, соответственно мы можем соединить ее с другим узлом, а вот здесь соответственно какие-то данные типа придут сюда а потом отсюда сюда короче, мы можем создавать узлы и соединять их в данном случае мы выбрали число 10 по умолчанию и соединили так, так, так здесь вот этот узел он так, как видно чуть-чуть типа как серенький то он его менять мы не можем короче, давайте пойдем дальше а потом увидите, то есть фишка в чем здесь была такая конструкция плита, мы ее подняли ну типа вот число 10, это на сколько мы ее подняли ну какое-то значение дали и эта конструкция переместилась вверх, теперь смотрите, вот у нас есть красные красные объекты ну здесь написано любой красный объект может быть его можно двигать то есть можно им как-то управлять что для этого надо? ну для этого надо правой кнопкой на этом объекте вот смотрите Move Object Up то есть что он может делать? он может перемещаться вверх давайте правой кнопкой и вот здесь вы видите я мышкой ввожу плюсик давайте нажмем плюсик и выберем числа и здесь на сколько нам поднять его вверх? ну давайте попробуем на 10 есть, теперь нам надо соединить то есть чтобы задать действие вот мы соединили действие задали и объект поднялся то есть он был вон там в самом низу теперь у нас есть еще один объект то есть нам нужно вот-вот в ту комнату чтобы в ту комнату добраться нужно как-то туда прыгнуть но он не допрыгнет соответственно правой кнопкой видим действие какое? Move Object Forward то есть переместить объект вперед кликаем выбираем чисел циферки давайте 20 и переместились вот мы уже здесь вот так вот ну давайте пойдем дальше и тут будем смотреть дальше это какое-то пространство которое для которого доступны какие-то функции в нашем Toolbox в нашем инструментарии ну давайте что тут что тут что тут что тут тут ничего короче погнали дальше или что-то было афигезно погнали дальше так вон я вижу красный объект который можно двигать давайте вот отсюда правой кнопкой ага смотрите некоторые объекты уже наделены какими-то функциями соответственно можно разорвать связь то есть смотрите объект как бы типа неподвижен он стоит и все мы можем оборвать эту связь оборвали и ничего не происходит а он говорит изменить значение на а solid это типа ну типа как непрозрач ну непрозрачный непроходимый что-то типа такого то есть у объекта свойство true значит он непроходимый если мы установим false давайте false поставим где тут про а так логик выбираем логик выбираем false и соединяем вот как вы видите все объекта нет он пропал ну вот мы его то видим но он такой прозрачный я думаю вы видите вот он прозрачный значит мы можем сквозь него пройти дальше вот мы видим еще один объект ну давайте давайте сделаем чтобы он был непрозрачным то есть чтобы на него можно было стать потому что сейчас я скорее всего упаду значит меняем вот это свойство как его менять а что изменить так нельзя наверное как-то можно наверное как-то это я разрезал а как изменить логику логику не знаю ладно я просто добавлю true вот и дальше какое еще надо действие действие можно а ну-ка ладно с этим объектом мы сейчас пройдем действие нужно его двинуть вперед вот здесь вот это действие и написано move object forward давайте вперед ой не-не-не-не надо на него сначала встать а то он уедет без меня так на сколько мы его сдвинем вперед а давайте на 20 на всякий случай вот если больше то ничего страшного пока что идем дальше то есть вся вот эта вот головоломка вот эта вот игра вот как раз состоит из вот таких вот головоломок смотрим у нас что-то тут двигается какая-то матрица какие-то данные что мы можем сделать мы можем мы можем мы можем а куда это я попал куда-то вот а я попал на объекты короче правой кнопкой что тут объекты из солид то есть пройти их нельзя ну давайте изменим эту логику давайте сделаем их не солид во а вот вот эта стена была не солид соответственно сквозь нее проходили какие-то объекты вон туда сейчас мы ее сейчас мы ее активизировали и ничто не может пройти ну короче типа такого теперь смотрите вот что-то новое добавилось используйте виджет для того чтобы выбрать векторы то есть x это вперед назад z вправо влево y вверх вниз то есть нам нужно переместить куда-то объект как вы видите здесь уже перемещение четко не указано здесь куда-то куда мы можем переместить а мы можем выбрать ось нам надо поднять эту 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 глыбу ну не глыбу а блок выбираем ось y дальше выбираем число ну давайте на пятерочку теперь соединяем значит заходит число 5 в виджет который перемещает некий объект по оси y и теперь давайте вот соединим и как вы видите наш объект был поднят вот так сейчас тут посмотрим тут походу мы не пройдем значит нам надо поднять вот этот объект по оси y так так давайте выберем ось y вот она и поднимем на на тоже пятерочку давай вот подняли теперь сместим этот объект к нам так что тут у нас он по оси x перемещается да нам надо по оси x переместить так 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 давайте выбираем x вот так вот хорошо а куда нам надо не подождите а зачем нам общий этот объект нам же по идее надо вон туда я понял нам надо сейчас туда добраться обрезаем связь вот ну и чё он назад не двигается чё-то я не понял давайте число 5 вот не 5 надо а больше число 10 соединяем ну я думаю пойдет а этот объект скорее всего перемещается только вверх да вот он давайте связь оборвем оборвем и и нам по по игреку что ли надо было а ну-ка где мы где мы мы находимся вот здесь знаешь нам по идее надо вверх так так значит добавляем выбираем нам надо по игреку есть и нам надо на некое значение есть подняли есть вот и вот прошли очередной какой-то этап что у нас дальше ну и дальше у нас опа 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 это прыжки да а ну-ка давайте посмотрим ага смотрите есть некоторые объекты у которых свойства менять нельзя но в целом я думаю в будущем мы можем менять свойства ну так как это обучение вот в песочнице там можно делать что угодно так вот вот это у нас таким типа как сереньким затененным соответственно здесь ничего менять нельзя и что мы здесь видим apply force upwards то есть задает какую-то силу вверх да применяет и значение силы 50 соответственно когда мы на этот объект попадаем мы прыгаем вот но мы прыгаем нам надо запрыгнуть вон туда а тот объект скорее всего надо сместить чуть-чуть по оси по оси x по оси x о не подождите ка он прямо а не ну-ка бэмс во-во-во ой-ой-ой-ой чуть-чуть чуть-чуть давайте вверх во теперь мы сейчас связь эту разорвем где наши ножнички ну и что ты не двигаешься значит надо задать движение так хорошо движение зададим на число 10 есть есть нет не 10 значит надо на число 20 сейчас наверное перейдем в песочницу и посмотрим сколько там ну всяких вот этих вот возможностей ну я думаю вам суть ясна давайте перейдем в песочницу и посмотрим что там я в песочницу заходил ну буквально там на одну две минуты то есть без обучения сразу туда зашел ничего не понял и так смотрите что здесь песочница песочница вот мы можем где тут где тут а вот я нажимаю shift вот shift я нажимаю появляется полупрозрачный красный объект соответственно мы его можем где-то поставить то есть он скорее всего нам иногда нужно будет нужен ну давайте я его поставлю вот сюда левой кнопкой нажал а смотрите еще один shift еще один а только один объект можно поставить где-то хорошо что с ним можно делать плюс и смотрите как много всего то есть можно ого нифига себе да ладно я в этом не разбираюсь может кто-то разбираться объекты найти что-то иди стрелять даже можно интересно стрелять а куда стрелять давайте стрелять вот чем-то короче мне кажется надо проходить обучение чтобы дойти до стрельбы потому что чтобы стрелять надо наверное наверное что-то с чем-то соединить потому что просто так как вы видите он стрелять не хочет да то есть вот это надо с чем-то соединить а с чем мы можем его соединить что за физика что с чем здесь можно о о о о какую-то физику соединил с стрельбой давайте еще число попробую короче в этом всем не разбираюсь но если кто-то играл в это и разберется дайте какой-то комментарий либо же просто пройдите все обучение то есть надеюсь надеюсь вам что-то здесь было ну не то что полезно а просто полезно для развлекательных целей да возможно кто-то заинтересуется и поиграет отвлечется от своих каких-то дел и во что-то такое поиграет давайте сейчас поднимем тот объект нам надо подождите-ка где-то же должны быть действия 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 применять силу нет это нам не надо платформы нет о а где а где как бы вот эти мувинг а где вот эти мувинг о мув объект мув форвард точно вот оно так а теперь давайте этот объект сдвинем надеюсь о он сдвинули видите вон мы его сдвинули нажмем shift давайте попробуем этот сдвинуть так это поубираем для каждого объекта как вы видите сохраняется какое ну свое полотно в котором мы можем что-то делать так 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 давайте сдвинем вверх что ли и давайте на число 4 во сдвинули вверх на 4 ну теперь shift нажмем и вернем его обратно сюда ну короче я думаю все думаю кого-то игра это заинтересует и кто-то приятно проведет время за решением всех этих головоломок а как вы видите здесь довольно такой большой уровень я так понимаю надо пройти все эти комнаты и короче возможно добраться куда-то туда или просто поисследовать ну теперь точно все всем спасибо за внимание подписываемся делимся ставим лайк и комментируем всем пока